Приходит ко мне Костя Арбинин, говорит, я написал блюз, блюз. Знаете, я однажды видел в интернете очень хорошее представление, Чак Берри говорит, если вам скажут, если вам подойдет парень и скажет, что я играю блюз, ни в коем случае не верьте, тут же насторожитесь, если подойдет парень и скажет, я играю блюз, прислушайтесь к этому парню, блюз. И вот пришел ко мне Костя и сказал, я написал блюз. Молодец, Костя, теперь надо сыграть его. А блюз действительно хороший, очень хороший. Он так назывался, русский народный блюз. Я, кстати, расскажу вам, если я рассказываю про песни, я приукрашиваю чуть-чуть. Это абсолютнейшая правда, потому что ничего не нужно придумывать. Я приехал в Колорадо, я помню, играл на фестивале, там, в таком русском, ну, как бы русское комьюнити делал фестиваль, значит, ну и там несколько американцев играли. И пришел такой парень седой, значит, с гармошками. Я сидел, сидел, наигрывал там. Он такой пришел, открыл чемоданчик, достал губную гармонику и начал мне подыгрывать. Я ему говорю, давай сыграем вместе. Он говорит, да, сыграем вместе. Вышли, сыграли. А как называется эта песня, спрашиваю? Он говорит, русский народный блюз. Американец, чистый вообще американец. И он говорит, вообще-то я думал, что блюз изобрели в Дельте-Мик-Сисипи. Русский народный блюз. Ты про что? Вот. Я потратил много жопо-часов для того, чтобы сыграть вот то, что придумал Костя Арбенин. Я немножко напридумывал там своих еще, пару добавил своих слов в песню. Но песня мне исключительно, конечно, понравилась, потому что это, вы знаете, вот есть такое понятие, на мой взгляд, вот. Вот. Я думаю, что вы поймете, запечатывание демонов, то есть, это, конечно, выдуманная история, вот. Но, как правило, сейчас у какого-нибудь мастера, неважно, чем он занимается, актерством или блюзманом, у него вдруг появляется молодая жена почему-то. Непонятно почему. И вот Костя приходит и приносит эту песню, и я потратил много часов для того, чтобы ее... Русский народный блюз называется. Русский народный блюз называется. Когда-то я пел русский народный блюз. Когда-то я здорово пел очень русский народный блюз. Теперь у меня молодая жена. Она сказала, музыка тебе не нужна. А ведь я здорово пел русский народный блюз. Она, конечно, серва, мама, в смысле, жена. Но я на нее молюсь. Я опять работаю сторожем, но теперь не пою на посту. Я снова работаю сторожем, мама, но теперь не пою на посту. Жена сказала, твой пост теперь здесь. Помой посуду, приготовь, а есть. Выходит, я и там, и здесь, на посту. Но я не возражаю ей, мама. Наверное, духовно расту. Забери меня, мама. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама. Эту посуду домой, мой, мой. Я великий, мама, ты знаешь, ты знаешь. Но я великий, не мой. Я не могу ничего ей возразить. Фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Сама фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Жена пустила его в ворот. Она все золото вставила в рот. Весь мой золотой компакт-диск. Она бы с этим не справилась, мам. Но ей помог один мой знакомый дантиск, предатель, словоси. На моей малой родине мне хотели поставить бронзовый бюст. На моей исторической родине настоящий бронзовый бюст. Жена сказала, ты не икона. Хватит с тебя бюста из силикона. А мне хотели поставить бронзовый бюст. Теперь, когда я обнимаю его и ее, мама, Я задыхаюсь от смешанных чувств. Мама! Забери меня, мама. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама. Эту посуду домой, мой, мой. У меня тень теплого пальто, мама. Что я буду делать зимой? Ку-ку. Ку-ку. Жена уехала в другой город, оставила мне ключи. Сама уехала в другой город, наверное, случайно оставила мне вторые ключи. Я пригласил двух девчонок, я купил вина, я включил телевизор, а там жена. Надо было оставлять мне ключи. Тогда я выключил звук к маме. Я сказал жене, не звучи. Девчонок. Жена сказала. Она сказала. Она сказала. Эту песню ты спер у БГ. Она так и сказала. Эту классную песню ты нагло спер у БГ. Она же тупица непроходимая. Она не слышала Боба Дилана. УБГ. А сейчас вообще, после вручения Нобелевки, надо вообще петь. Она же тупица непроходимая. Она не читала Боба Дилана. УБГ. Да пока писал, бэйби. Я сбросил двенадцать, как я. Ты знала, звуки. Забери меня, мама. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама. Эту посуду домой. Ты лучше всех, бэйби, мама. Я хочу быть с тобой. Забери меня, мама. Соли за чай-чай. Ты лучше всех, бэйби. Ха-чай. 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 Спасибо.